I have ways of blowing things off. Ну, в принципе, логично. При современных реалиях, что у нас будет две девушки и два парня. Так что, окей. Как раз вспомнилась почему-то дискуссия. Ну, не дискуссия, а те комменты насчет первого Fear and Hunger, в котором говорили, что типа Энке это тоже девушка. Потом, не-не-не, это все-таки парень. Там в конце концов выяснилось, что там девушка только одна. Это Дарс. Ну, ладно. Так, не пропускаем. Поехали, почитаем. Да, успокаивающие рельсы. Это мы все знаем. Начальное вступление. Несмотря на то, что ваша родина очень сильно пострадала после Великой войны. От Великой войны. У вас было довольно сбалансированное и мирное детство с обоими родителями и множеством маленьких братьев и сестер. Северная столица Альдегард. Не связано это как-то с Легард. Ну, как-то не знаю. Возможно, кстати. Но он же может считаться каким-то там национальным героем. Перестраивала свои разрушенные города. Когда новость о враждебных восточных европейцах передали по радио. Звучало как начало еще одной войны. Вы были слишком молд для того, чтобы защищать ваши границы, вашего государства. Поэтому вам пришлось найти другой путь, как помочь своему дому. У вас была способность к механике и электронике. Поэтому вы решили выбрать одно из этих направлений. Электронику или механику. Но мы же играем за инженера. Хотя и то, и другое. Я не знаю, ребят. Пусть будет механика. Рэнч Таус. Ладно. Потому что вы были старшим ребенком. У вас есть врожденная привычка оберегать окружающих. Вы смотрели, как ваши близкие родственники уходят на войну. И ничто не могло вас больше вывести из равновесия, чем неспособность помочь им напрямую. Вы уже выросли до взрослого возраста. Повзрослели. А, но из-за вашего профиля в инженерии, ваша роль на домашнем фронте, ну, в тылу, была более важна, чем на поле боя. То есть никто не пускал на поле боя. В одну из дождливых ночей, когда вы возвращались домой после 12-часовой смены, вы наткнулись на иностранца. На аллее. Промокшая аллея. Молодой человек заметил вас и попытался убежать, но преодолел всего 10 метров. А потом он упал от усталости. Или нет? Ну, ладно. Вот, тут сказано, что типа его подстрелили в живот. Обыскивая его, вы нашли документ, в котором говорилось, что он из королевства Рондон, которое было союзником королевства Альдегарда. На секундочку вы задумали, что с ним делать? Передать его официальным властям? Или же забрать его домой и обработать его раны? Раненый. Незнакомец. Дождливая ночь. Если он... Нет, 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 минуточку, ребятушки. Почему он пытался от нас бежать? Если он из дружественного государства. Не собираюсь я его тащить домой. Нафиг. Девушка ночью сейчас будет тащить к себе домой мужика какого-то. Ага, два раза. Вы сдали его властям Альдегарда. Вероятно, он только недавно пересек границу из Восточного Союза. И его подозревали в шпионаже. За его голову была награда. Ты получил 10 шиллингов за то, что ты его нашел. Один из шиллингов еще и оказался счастливой монетой. Очень удачно для тебя. Что-то ты продолжал обеспокоить по этому поводу и ты вернулся в ту же самую аллею, где нашел раненого человека. Обыскав хорошенькую аллею, вы нашли чемодан, полный секретных документов, украденных из Восточного Союза. В его записной книжке у мужчины был записан адрес, который указывал на королевство Рондон. Документы не выглядели, как будто они шпионские из Восточного Союза. Они выглядели абсолютно наоборот. Ты решаешь забрать бумаги насчет Рондона себе. Ты путешествуешь через Европу до королевства Рондон. Ты находишь точку встречи, описанную человеком, и встречаешься с его коллегами. Оказывается, что чувак был частью подпольной организации, которая называлась «Безымянные освободители» или «Безымянные освободительные подполья», или что-то так, короче, «Нил», сокращенно. Организация занималась тем, что вербовала наблюдателей со времен заката Первой войны. «Нил» работала по всей Европе в «Бремени» и достигла неких успехов и в «Бремени», и в «Восточном…» Блин, почему «Юнион» не… Ну, «Союз», «Юнион» — это же «Союз». Ну, почему я не могу не кататься прямо, напрямую сказать «Союз»? Мне постоянно «Восточный Юнион», «Восточный Юнион». Ну, типа, как заплесневелый бред, ладно, не обращать внимания. После того, как вы хорошенько обговорили про нынешнюю ситуацию в «Восточной Европе», вас попросили присоединиться к организации. У них не хватало людей. И моя специальность пришла бы им очень… ну, ваша специальность пришлась бы им очень кстати. Ну, инженер всё-таки, да. Вас привели в их главный центр и вам дали выбрать между помочь с созданием оружия и созданием ловушек. Оружие, пожалуй, я вот возьму, потому что ловушками я ещё с прошлой части не научился пользоваться. Наверное, зря. Ну, хорошо. Оружие. Мы выучили «Weapon Craft». Сможем сделать аннигиляторную пушку? Было бы неплохо. Итак. У Нил есть шпионы абсолютно везде, по всей Европе. Они объединяют всю информацию, которую они получают со всего континента. И вы смогли понять, что это часть какой-то большой схемы. Восточный Юнион работал над чем-то… Над чем-то… Очень… Ну, таким… Блин, нездоровым. В Богемии. И кажется, что Бремен хотел получить этот проект любыми возможными целями. Ваша дедукция гораздо более весомая, чем… А, погодите. Ваши расчёты… Как бы… Как раз и привели к тому, что Богемия… Ой, Бремен… Бременская армия наконец-то оккупирует Богемию. Нил послала некоторых своих людей сразу же в столицу Богемии. Преховель, но… Мы быстро с ней потеряли контакт. Организация решила подождать… Если их… Люди как-то… Всплывут… Кверху брюхом. Ладно. Если они всё-таки как-то появятся. Но ты не можешь просто сидеть и надеяться на лучшее. Ты решаешь взять поезд в Преховель. И самым славом узнать, что случилось. И тебе сказали, если тебе нужна помощь в твоём задании… Ты узнаешь лидера Богемии из Нил… По красным ботинкам. То есть чувак в красных ботинках. Это у нас лидер Нила в Богемии. Хорошо. С такой маленькой информацией… С таким маленьким количеством информации… О твоём задании… Как же ты приготовишься к своей поездке? Medical goods, spare parts, food… Я бы, наверное, сказал medical goods… Учитывая то, как нас тут крутят на всём, чем попало. Так что давайте вот так. Не плывай wild, cloud fragment… Хорошо хоть что-то. Вы чувствуете себя напряжённо с того момента, как… Отправились в это путешествие… Каждую ночью вам снятся кошмары, ужасы… Которые ждут вас в Преховель. А не только сны. Тебе кажется, что это… Больше чем сны. Твоя логика тебе об этом говорит. Да, это интро мы скипаем, потому что… Спасибо, ребят. Вы там написали, что этого чела можно убить. В принципе, я это подозревал, я это говорил. И там можно не только убить, там от него можно и побегать. И, в принципе, разные варианты событий. Но я думаю, что мы это будем делать уже при полном прохождении. Когда всё-таки выйдет игра, мы с вами посвятим больше времени тому, как разбираться с тем первым чуваком. Пока что мне хочется посмотреть сам мир немножечко, пойти в сторону Дровосека. Так, это был всё лишь сон. Это нам всё не важно. Мы два раза ходили наверх в деревню. Более-менее разобрались, что происходит там. Кстати, доктор вообще красавчик… Ой, красная травка. Это у нас для усиления. Да, хорошо. Доктор у нас вообще красавчик, но он хорош в пати. То есть, если у него, допустим, он может выявлять чью-то слабость, анализировать, а кто-то второй, например, в пати берёт и просто убивает кого-то вот врага ваншотом. То есть, вообще идеальное сражение можно мелких… Блин, куда я выхожу-то я забыл. Можно мелких упырей вообще ваншотать. Ну, то есть, вообще без какого… Да сюда же выходим. Без какого-либо ущерба для себя. Так, хорошо, в красных ботинках никого нет. Это сейчас уйдёт. Та-та-та-та-та. Вон, кстати, наш доктор. Что-то происходит. Это мы с вами всё прокликаем. Вот всё было. Я думаю, что от этих диалогов у нас пока ничего особо не зависит. Так, хорошо, это мы скипаем. Фишка в том, что здесь у нас оккультист и здесь у нас доктор. Но в этом сценарии у нас никогда не появляется солдат. Он у нас почему-то сам по себе. Смотрите, в чём прикол. А почему так происходит? Ну, то есть, видите, у нас здесь присутствует три персонажа. Вот. Окультист уходит. Доктор остаётся здесь. А солдата у нас нету нигде. То есть, он у нас появляется исключительно, когда мы за него играем. Или я что-то не вижу, я что-то не понимаю. За ней мы уже ходили. Два раза, по-моему. Вот. Поэтому я не вижу как бы пока что смысла это делать. Давайте пойдём в эту сторону. У нас там был дикий лесник. А ещё одна красная травка. Вы мне написали про козлика. Я это услышал, увидел. Спасибо большое. Опять же, очень замороченная процедура его вытаскивания. А во-вторых, ну, мы сейчас играем, в общем-то, не на прохождение, а на посмотреть. Поэтому я пока что не уверен, хочу ли я делать какие-то настолько длинные схемы, так скажем. Так, погодите. Там был ещё домик, в который я не зашёл. Ну, в любом случае, будем это пробовать. Даже если это не сейчас, но будем пробовать разные варианты, разные схемы. Опять же, насчёт козлика. Вы мне сказали, что там очень интересные вещи с ним связаны. Поэтому, ну, как минимум, чекнуть это нужно будет обязательно. Я не сказал, что я его вытащу сегодня, что я буду с ним, типа, делать его своим компаньоном. Но, по крайней мере, посмотреть всю эту тему нужно будет. Вот, заинтриговали тем, что там, типа, история. Поинтереснее, чем сволчиться. Блин, синяя травка. Я могу ещё и с красной, и с комбини. Сейчас у меня будет ещё одна большая хилка. Это неплохо. Поможет ли мне это? Ну, если меня не ваншотнут в первом же бою, то, наверное, поможет. Слушайте, а давайте я сейчас... Йоу. Такая, руки в карманы. Крутая деваха. А где у нас... Почему вот эти не подписаны? Ладно. У нас есть газовый ключ. Мы дерёмся не ножом, мы дерёмся газовым ключом. Это круто. Skills. Weapon Craft у нас сразу есть. Так, нет. Ага. Бромстик. Так, я понял. Героин. Церский меч. Хорошо. Ага. Бромстик. А... Так, а где у нас, ну, грубо говоря... А у нас есть нож, кстати. У нас есть нож, но у нас также есть... Так, блин, я за это запутался нафиг. Атак 64. У нас с этой штукой, да? Атак 40. Угу. Ну, хорошо. Получается... Вот там крыс побежал. Сюда мы вроде как заходили, когда играли за первого персонажа. Репку нашли. Гнилое мясцо взяли. Не знаю, ну зачем-то. Пилюльки. А тут ничего. Митпай. Опа. Мясной пирожочек, дружочек. Томато. Или даже томейто. Хорошо. Мы, в принципе, у нас есть оружка не стоковая, не нож. У нас есть хилки, у нас есть какие-то вещи по мелочи. Пойдем посмотрим на того чертового лесника с топором. Чуть я не уверен, стоит ли мне прямо сейчас на него нарываться или немножечко от него побегать. Потому что нож очень какой-то он жесткий, что ли. Я вспомнил это, я вспомнил. Термина грядет. А, вон и козлик. Вон и козлик. Вижу козлика. Так, эта штука за мной пойдет или нет? Паприка. Мобы могут переходить по локации или не могут? Мы, кстати, в первый раз сейчас оказались в его жилище. Тут телек. А. Ага, видимо, нет электричества, поэтому телек не работает. Мне вдруг стало интересно. Выберем мы электронику, а не механику. Могли бы мы чинить всякие вещи? Что-то желтое и липкое сочится изнутри. И из-за этого дверь холодильника застряла. Ну-ка, попробуй силой. Страшная вонь. Прет изнутри. Вы находите белую зельку. White? Что, блин? Так, mid-pied, понятно. Rotten mid. Blue wild. Это тоже понятно. Плюс 25 хпшки. Ой, заплесневелый бред. Хорошо. Хорошо. У нас есть певцо. Оно у нас было. Так, ладно. Репка. Вот. Пардоните, ребят. Это антидот у нас. Белая. Это антидот. Это у нас баф. А, speed повышает. Хорошо. Неплохо. Lucky coin. Tomato. Blue herb. А, он 12 дает. лаванда на 5% максимальную хпшку повышает. А навсегда? Лаванда успокаивает. Ну хорошо. А, в смысле он лечит на 5%. Ой, блин. Так, тут у нас чашечка. Тут стеклянные осколки. Хорошо, хоть это не царапает мне ноги. Спасибо. Тут ничего. Тут тоже, соответственно, ничего. Там второй этаж есть, если что. На столе остался грязный след. Выглядит как коровь, спрашивает наш персонаж. Мне тоже было бы интересно это узнать. А как туда попасть? Начинаем голодать. Ну, в принципе, ладно. Это не проблема. Да, ребят, кстати, полностью с вами согласен. Насчет того, что вы... Ну, могли бы... Черт, это я отсюда не зайду. Это надо с другой стороны заходить. Мне надо выходить к нему сейчас, я не хочу. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ладно, пойдем. Валим. 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 А тут я никак не могу зайти, да? Ладно. У нас там есть... Козлиська. Не злиська. Не злиська. Тут одинокий козел. Похоже, он занимается собственными делами. Полностью я игнорирую. И инвестигейт. козел ставился вдаль своими стеклянными глазками на первый взгляд это существо кажется безобидным но при дальнейшем исследовании ты встречаешься с этим чувством большой он типа опасности тебе совсем непонятно почему-то так чувствуешь ладно с тобой к тебе приближается я не хочу ему ничего говорить я хочу ударить можно я готов себя защищать ему пофиг на слова атаковать вот эту руку с топором есть хорошо атаковать вот эту руку пока везет он эту штуку оторвал то не менее нет я возьму счастлива монетка мне участвует не хватало я просрался счастлива монетка это вот эта фигня она отскочила схватила ее теперь пробралась в глотку заливая теплые жидкости наполняя инженера чем-то потом она тебя отпускает возможно что и потому что инженер уже не является для него плодотворной почвой я знаю что я потом об этом пожалею вот по ноге ударила чем ты меня там бьешь уже на тебе по голове да я победил но это ключ от погреба и также топор ключ от погреба так сделал это обыскать надо о блин а блин 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 отвратительно так синяя травка мне научиться их как-то комбайне что ли я отравлен не отравлен так давайте вот так чуть подлечимся хочу вам кстати с колодцем ключ к от погреба пойдемте посмотрим эту штуку надо было отрубить наверное сразу отвратительно черт побери то что произошло где-то странный погреб а вот так можно было пройти тфу ты очередной раз уже меня подставляет только кстати еще раз этот пейзажик меня подставляет только как расположены здесь проходы на это что я хочу ящики порыться везде так эти стекла разбросаны как будто они реально должны давать мне заражение крови но они этого не делают как бы спасибо им за это я не против мы находим махавра ну-ка а книжки у нас нет книжки у нас отдельно да да точно книжки нас отдельно и так виды махавра это по-моему то что мы читали нет ты тоже их видел не так ли ваши ваши сны вам снятся странствия знаков которых вы наблюдаете наблюдаете силуэт этого старинного города там есть две башни которые стоят по соседству и черное ночное небо эти обелиски рассказывают истории про старейших про более про более жестокие времена вы видите на земле ворота на которых есть типа эти спиральные спиральные всякие блин мурал я забыл слова я забыл слова на русском прикиньте не не обелиски а вот но огромные настенные рисунки как называются ну вот в общем то ладно эти эти узоры за вашим за грани вашего понимания это не так как звук ветра как будто этого бы недостаточно завывание этого звука вы слышите как местные там копошатся бегают хотя это место кажется давно заброшенным вы все еще слышите их вы не одни в этой части мира я блин я слабее от голодного похавать что-то вы видели это во снах не так ли город махабра город богов ты знаешь что он существует здесь я могу сохраниться черт нет-нет-нет-нет я хотел я хотел это добро пожаловать обратно на башню вас все еще 14 как я могу тебе помочь лучше всего а вот так это все идет теперь а у нас теперь доступ к хэксону здесь и сохранение здесь до а поговорить о чем можно вас еще 14 я должен сказать что господин разочарован тем как вы продвигаетесь вперед фестиваль термина не продлится вечно просто дружеское напоминание предупреждение несмотря на то что вы глубоко спали вы не чувствуете не чувствуете себя отдохнувшим короче тут есть вот такая вот сохранял очка неплохо они кстати переработали эту механику что ох ладно ну-ка чё там цепи очень туго натянутая чтобы чтобы не оба не не обитала там внутри нужно чтобы она оставалась внутри зачем мы туда идем ладно мы сохранились я надеюсь что сохранение работает не таки говорят зайди в подвальчик узнаешь кое-что про козлика зайди узнаешь водка митпай блин у нас есть уже один митпай давайте мы один поем блин у нас майнду ходит но у нас есть водка и ротан мит райт комрад хорошо певцо копыт со хорошо яйцо слышите это кажется как будто кто-то просто скидывал сюда все что хотел зачем вообще тут такое хранить брумстик неплохо костяная пила вот эти штуки не обыскиваются кстати которые стоят ко мне спиной их нельзя обыскать блин там что-то написано кровью лучшая гребля в моей жизни там что написано кровью я ввел его холодный ну да внутрь даже внутренность не смогли его согреть до это сделал я сделал я так понимаю что это женские все надписи потому что на английском же не поймут какое-то полното хорошо ввела и сделала возлегла с черным калевом и почувствовала его семя скорее всего что написано пробью бровью все короче новый уровень маразма свои сайты заловы за на общем спасибо ребят он был больше мужчины чем кто-либо мог подумать 2 в дважды больше размером я там на самом деле на паузу нажал на случайный скипнул так хорошо певца для финального рывца неплохо пиво восстанавливает хоть что-то здравствуйте да я был прав это женщину кажется тут старая мертвая дама короче старуха она очень она крепко вцепилась в кусочек бумажечки изучить она уже какое-то время мертва учитывая потому как она выглядит по ее внешности видно сильный удар по голове и также у нее вскрытые запястья не невозможно сказать от чего она умерла мне кажется нет ничего ценного ну кроме наверное бумажки в руке да ну ка бумажечку бумажечка написано кровью я воссоединю со своим любимым или любовником на другой стороне попа поклонение здравствуйте рецепты 15 века часть 1 итак книга содержит традиционные рецепты как датируется датируемые 15 веком все рецепты собраны по памяти in famous безызвестного шефа андерса который работал в королевской кухне ронда нам в свое время оказывается шеф андерс получил дурную славу соблазняя придворных дам и даже габа поговаривает что убежал с принцессой элизаветой та самая известная принцесса действенница так теперь когда ты на это смотришь мне кажется кажется что эта книга больше о придворных сплетнях чем о рецептах между всеми романцами и предательствами вы находите рецепты шефа андерса известный мясной пирог и овощной пирог круто чувак умел готовить два блюда я чудовищно счастлив за него туда пройти не могу кстати вон кто его свечечки мне не дают там пройти очень жаль и так ритуально начерчен на ритуально черченая круг какой-то если бы тебе было чем писать ты мог бы этим воспользоваться ребят вы мне говорили что нужно найти чем писать здесь это вполне возможно так что вроде как это даже не проблема вот крафт айтем а погодите у меня не было крафт айтем потому что у меня не было ни одного рецепта чем я мог крафтить то есть я знаю как крафт оружие но я не знаю как крафтить зельки и всякое такое у меня персонаж этого просто не знает хорошо женщина которая явно предавалась ладно бабушка который явно предал предавалась плотским утехом с дровосеком фир да ладно на не кисни на радуге зависну это подземелье прям сильно бьет по психике так хорошо подвальчик ну грубо говоря так то если вот уж совсем вот это то каким-то невероятным образом он умудрился как бы по поиметь и на нашего персонажа тот самый дровосек так а тут кстати ну-ка я могу еще раз сохраниться погодить если этот дом получается у нас некая сейв зону все еще 14 до тут работает сохранение прикиньте но пойдемте дальше до поспали все хорошо вроде как еда есть хилки есть даже еще бутылка водки осталось мы можем заброшенный дом фигасе заброшенный козлик козлик интересно козлеску вот эта локация она типа тупиковая сюда прихожу за этим домиком из этим о этом ночь на улице а мне даже факела нету козлина я тут могу дальше кстати пройти а мы туда ни разу не ходили пойдемте мне интересно что здесь домик довольно интересный о лошадь не бита не крашена начинаем голодать не страшно мы соберем жрачку и на куховарим лошадь кстати не активно тут сколько это возможно быть активный или неактивный так кстати ребят и пожалуй инженер это у нас персонаж который похоже пока что прожил дольше всех единственный персонаж который добрался до сохранения так на минуточку чет не нравится ночь мне больше нравилось когда был день до свидания идея она меня догнала черт ты чё такое безголовый торс сдохни пожалуйста фух фаншот 0 то я видел там второе да иди в задницу так красная травка сушеное мясо кстати я думаю сушеное мясо похавать можно она будет не ядовитым колесо какое-то но я так понимаю что это про хибель да не открывается время скорее всего закрыта с другой стороны я такие намеки понимаю так яйцо еще и у их там разрезали помните ну в смысле помните я понимаю что вы тогда не жили собственно как и я просто был такой метод казни когда подвешивали за ноги пилой вот так вот распиливали практически до грудной клетки вот это по моему то что здесь произошло так запах конечно тут не очень чувствуешь как будто сейчас блеванешь не надо я только недавно поел водка и мид пай блин неплохой лут кстати white while что тоже неплохо мне интересно как нам не аукнется то что нас нашего персонажа поимел этот дровосек свалите от меня а черт с тобой иди сюда я сейчас на костыля и тварина прошлый раз монетка мне не помогла как и в этот раз спасибо офигенно еще и промах так в гробу я тебя видел чувак если его сейчас я его не убью все нормально так погодите у меня там было с иву ушечка я щас все-таки пойду с этой с ивушечки мне интересно что там дальше творится уходим еще чуточку глянем не интересно по городу пошарить чертов капкан меня кстати подставил но не подставила убил по сути если бы он не не нанес такого огромного урона капкан с счастливыми монетками короче ребят то что я вам говорил что вот моя удача вот вы видите мою удачу два раза фейлы со счастливыми монетками ну то есть как бы все на этом можно тут наши полномочия все начинает голодать ну то что он начинает голодать то на здоровье там у нас две псины к псинам я не пойду ну она мне вроде не наносит не успела нанести прошлый раз урона но очень неприятно все равно получилось а еще со второй такой драться хорошо по крайней мере они тут не идут пачками по 2 как это делалось в оригинальном ферн хангер там это вообще было страшно эти твари кусали и просто сразу же вешали отравление но смысле заражение крови и все давай до свидания крыски лариски бегают извините ни одно ни одна лариса не была обижена на протяжении этого ролика это просто шуточки припауточки морковку нашел какой я молодец я зайти могу могу это общественная уборная они в коробках некая общее такое базовое инвентарь вот инвентарь по чистке туалета и все грязные отвратительные через это я трогать не буду это я тоже трогать не буду пошло на нафиг а это случайно забита с другой стороны муки отлично куда еще свыду что за дорога из желтого кирпича а серьезно тут у нас было два выхода вот это интересно грибочек плохой скорее всего ну ладно тут у нас было два выхода то есть я мог пройти еще вот там у нас получается с две собаки охраняют другой проход ох ты собака ясно ясно понятно так попробуем пробиться мне вот эти вот христиане которые тут бегают яйцо неплохо желтая жидкость камушек души отличное певцо как раз певцо нам будет сейчас не буду говорить в рифму потому что у нас так не говорят но те кто достаточно испорчен они поймут а ты дружественный или нет дружественный я застрял ладно давайте мы с тобой поделимся что ты мне можешь предложить ай канистрой на 40 она еще чем-то напердела погоди нет почему она не может разочек промахнуться блин без рук ты без ног а почему ты не можешь промахнуться ладно давайте еще разочек сходим туда чисто потестить я не знаю это вообще какой-то кошмар ну то есть практически каждая тварь нас убивает единственный с кем мы более-менее смогли справиться без относительно без проблем скажем так с моральными потерями это лесоруб которого мы все-таки убили это мы там проиграли блин двойной дабл коэн ну этот лаки коэн отвратительно я не знаю как предполагается в этом нет конечно я понимаю что я лошара типа я не умею играть и там есть чуваки которые такие приходят и такие там одним правым мизинцем левой ноги берут и такие разруливают все эти ситуации меня тут убивают интересно кстати ну тут довольно мощные мобы возможно все-таки рассчитано деснас хорблайн а я на талон отлично то есть мне дают понять что кроме того что в этой деревне есть всякие там вот эти вот мясники и крестьяне и всякое такое так я еще не один с точки зрения того что тут еще какая-то гадюка будет за мной ходить осень и травка него и мясо кстати насчет синит в мне 88 хпшки погодите мне пофиг мне нужно я схаваю одну синюю травку чтобы у меня было хотя бы полная хпшка потому что но меня это бьют по 40 там нити там 12 13 жизни очень важны она застреет в чем проблема она меня догонят все быстрее чем я отлично чем ты в меня брызнул я тебе бак отрубил она меня отравила на то что она меня отравила мне как-то а по голове мы можем конечно по голове мы мажем да 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 все нет мне говорили что здесь не ставится на паузу я это помню стой так white whale плываю я не могу ничем ни с чем скомбайнить эти у меня есть гуляш я буду сейчас и ними этими лечиться пережил эту тварину уже хорошо так и чё певца у меня певца нету дернуто хорошо отличнейший а этими стеклянными осколками можно кому-то глаза выколоть это логично кстати да спасибо фирма веников не вяжет фирма делает гробы постучать по гробу ничего внутри прикиньте кто-то с другой стороны блин постучать 9 пуль ну и все я от него не сбегу так ну конечно по голове промах то блин да просто офигеть то есть как рассчитываются статы чувак без рук без одной ноги но он не промахивается а я ему по голове не могу попасть вот этот ползучие говно которое остается который в принципе и двигаться то уже не должно по-человечески нет блин нормально а еще и даже так не закинули к свиньям вот и фатолите есть крутяк ладно ребят ладно 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 все короче давайте так пока что с беткой наверное закончим потому что я думаю что будут еще производиться некоторые изменения там тот все это пятое-десятое хотя бы посмотрели сейчас что и как и где посмотрели 4 персонажа посмотрели немножечко локации как это все выглядит что тут можно делать не знаю мне кажется сложнее мне кажется гораздо сложнее чем первая игра пишите кто что думает будем ждать релиза будем посмотреть пишите кстати какой персонаж он понравился больше всего пока что дальше всего мы зашли именно инженером но больше все мне пожалуй понравился доктор наверное доктор козлика увидели вербовать его ну не знаю наверное не буду хотя но прикиньте если заморочить напарником тут все было бы гораздо проще потому что сейчас основная проблема в том что у нас не хватает ходов ну то есть прикиньте вот отрубать руки отрубаешь ноги и все равно тебя потихонечку мочат было бы хотя бы двое было бы проще будем сидеть будем ждать релиза это все выглядит крайне интересно а пока что наверное сделаем недельку перерыва и потом пожалуй вернемся к первым к первым фиран хангер мне очень хочется попробовать дойти до легарда мне есть некоторые соображение как-то сделать я наверное даже попробую за кадром это все потестить как это все работает насколько мои теории верны но скоро скоро мы приступим уже ко второму прохождению там нужно быть уже поинтереснее покажется спасибо что были с нами ребятушки всем удачи и добра бобра все молодушек а